Вы только посмотрите, люди, увеличила кадр. Это возле моей полянки, где я делаю упражнения, возле березок. Вот уточка вывела, вывела своих утят и ведет, а здесь рядышком трасса, вот автобусы здесь. Нет, чтобы к водичке она зашла, зашла, вон кустики, в кустики заходит. Ну ты посмотри, сейчас я за ней прослежу, куда она будет идти. Вывела их, вывела. Ну здесь же трасса. Ну возвращайся назад, сейчас я буду назад как-то гнать. Ну вот трасса здесь, вот трасса. Куда ты идешь? Все, сейчас я ее буду назад. Эти малята, малята, малята. Взяла большую палку, вот у меня палка. И гоню, и гоню, гоню. К озеру. Побежали, побежали, уже легче. А впереди моя полянка, сейчас я их нагоню к озеру. Все, пригнала к водичке сюда. Все, теперь я спокойно здесь. Тут, наверное, был и папа, и мама, они вот разошлись. Там три утеночка маленьких. И вот здесь, люди, вы только посмотрите, от дороги забрала. Куда поднялись? Сегодня здесь у нас просто зоопарк, люди. А вот, пожалуйста, три черепашки на солнышке греются. Смотрите, какая прелесть, да? Хорошенькие. Шейки поподнимали, все три шейки подняли. Вы только посмотрите на эту красавицу. Пицца из цветной капусты. Цветная капуста у меня была еще в морозильной камере. Но еще один пакет есть. И будем заканчивать с морозильной камерой. Вы только посмотрите, какая пышная, пышная, да, в несколько этажей. Я ставлю ссылочку в комментариях к пицце из цветной капусты. Посмотрите, как я готовлю. Да, кстати, я добавила еще немножко огурчика кислого. Ну, альтернатива каперса. Но мне так нравится. Пробуйте. Кто не пробовал, пробуйте. Это здорово, это вкусно. Это очень сытно, вот такая пицца. У меня в корже еще отруби. А отруби это сытно. Очень вкусно. У меня не мясо, у меня тунец, консерва. Я использовала только половину баночки, 90 грамм. Тунец в масле. Ну, мне в масле больше нравится, вкуснее и кусочки больше. Люди, готовьте под себя. Кто-то с мясом, кто-то с тунцом, кто-то с грибами. Это здорово, это очень вкусно. Готовьте, готовьте и странейте. И пусть нам не верят. Всем приятного аппетита. Кто со мной. Здоровеньки былы. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток. Самому, самому шикарному, самому уважаемому сообществу. Физкульт, привет. Мои хорошие, я приветствую всех вас на своем YouTube-канале. Добро пожаловать. Будем с вами общаться. У нас с вами одна тема. Это похудение. Это мотивация. Это стройность. И, конечно, тема здоровья. Будем общаться с вами. Мои хорошие, я вам показала сегодня просто зоопарк. Ну, чисто случайно. Я на своей поляночке выполняю упражнения. Смотрю наверх. К трассе поднимается уточка и маленькие деточки. Утяточки маленькие. Боже, я за ними бегу. Хочу вам увеличить, увеличить вот этот кадр, показать, да. Я в эту камеру ничего не вижу. Солнце слепит. Я навела. Вроде бы не видно или видно. Не могу понять. Ну, то есть, немножко вам показала. Потом начала искать палку еще. Длинную палочку, чтобы гнать. Их рядом трасса. Удалось. Я их с пригорочка отогнала. Они сразу бросились в водичку. Наверное, папа их ждал. Сразу так они расплылись в разные стороны. Вы это видели, да. А потом женщина-собачка идет и говорит. Идите, снимите там еще черепашка. Черепашки. Три черепашки на солнышке с шейками. Подняли так шейки, греются. Я туда еще побежала, черепашки вам поснимала. Боже, такая красота сегодня. Я отсылаю своей Кате. Она мне сразу пишет. Быстро отгоняй их. Их машины переедут. Доча, это утреннее видео. Я уже дома. Все нормально. Я палку нашла. Я их отогнала. Ну, то есть. Все нормально. Все хорошо. Все хорошо закончилось. Значит. У меня моя пробежка. Это закон. Вот. Я должна день начать с движения. Вчера была на рынке. Ну, я так рассказываю. Про, между прочим, о себе. Да. На рыночке мы пошли с соседкой. Она покупала сдор. Я говорю. Подожди. Возьмем с тобой пополам. Я тоже сделаю этот сдор. Перетоплю. Кстати, я перетопила сдор. У меня три баночки по 400 грамм. Вот так. Жиры натурально не выделяют канцероген. У меня будет смалец. Смалец. Помните? Смалец. Наши родители делали. Ну, вот я сделала. Завтра покажу. Так вот. Значит. Мы с ней пошли. Я купила этот сдор. И у меня утром такая мысля. Может, сдором займешься? Займешься, Таня, только позже. Иди, занимайся. Для тебя этот сдор 6 секунд. Сделаешь. Немножко меняется цвет. Это солнце выходит на улице. И как-то смотрю. Я такая красная. Помада у меня яркая. Я ненавижу яркие помады. У меня никогда не было в жизни яркой помады. Это у меня цвет меняется по камере. У меня очень бледная помадка. Нет. У меня не яркая помада. Нет, люди. Смотрю, какая-то красная. Так. Ну, сейчас пройдет. Это все. Это камера так. Цвет передает. Так вот. Я себя выгнала. Пришла домой. Сделала езду. Я все-все успела. Еще по рыночку походила. Еще кое-что купила. То есть вы гоняете себя с квартиры. Все успеете. Мне человек написал сегодня. Таня, если вы захотите похудеть на 3 килограмма от 4. Вам нужно порции урезать? Или вам нужно добавить физической нагрузки? Люди. Я из тех, которому нужно добавить конкретно физической нагрузки. Это я. Я себя знаю. Мне больше надо движение. И вес будет уходить. Но я этого не хочу. Поэтому я не добавляю здесь еще кружок себе. Нет. Я не хочу. В Турции парк был 9 километров. У меня в Турции был вес 77, 300, 400, 600. Ну и что тут хорошего? А фейс лица? А фейс лица. У меня жира нигде нету. У меня плоский живот. Не надо. Мне больше худеть не надо. Моя канадская граница 80 килограмм. Все. Поэтому я не добавляю ни пробежек, не урезаю калории. Я дружу с весами. Я прыгнула сегодня на весы. Смотрю. У меня сегодня 79, 400. Думаю нормально. А что 79, 400 вообще-то? Ну подумай, Таня. На днях 78, 600, 700. Даже было такое 300. А что 79, 400? В коридоре комодник стоит. Я сразу беру вот это колечко. Одень колечко. Я одеваю кольцо. Если я сейчас спокойно делаю это кольцо. Спокойно. То я вот так одевала это кольцо. Вы поняли? Да? Отечность. Вы не так пописали. То вы три раза уже сходите до этого времени пописать. А то только один раз. Вы поняли? Да? Отечность. Все. Не порымайся, Таня. Все нормально. Потому что я знаю, не пережираю. На ночь поздно не ем вообще. Позволяю себе какой-то чай или там, допустим, какие-то сукопрукты, чернослив. Могу позволить чайную ложку меда из акации. Ну все. Ну, нет. Я знаю. Я рано заканчиваю есть. Поэтому дружите с весами. Вы будете знать конкретно, какой продукт вам дает привесик. Или вы водички напилися много, да? Или у вас кишечник не работал. Такое бывает. Вы едите, допустим, много салата, отруби, а в туалет вы не пошли. Не было моторики. Нету перистальтики кишечника. Люди, такое бывает. Слабая клетчатка. Клетчатка клетчатки рознь. У меня тоже такое бывает. Потом съедаете что-то поплотнее. Допустим, сделали себе голубцы ленивые, да? А там рис. А если бурые, еще лучше, да? Все. Моторика кишечника есть. Все нормально. Кишечник очищается. Слабая клетчатка не берет. У меня такое бывает. Не страшно. Не переживайте. Вы догонитесь чем-то. Все нормально будет. Будет моторика кишечника. Что хотела еще сказать вам. Да. О. Значит, я повторила оладушки из капусты и кабачка. Мне очень понравилось. Я добавила еще кинзу, но я люблю кинзу. Так, все, отлично сделала. Но состав муки то же самое. То есть отруби у меня и чайная ложка муки. Все. У меня вылетает сегодня видосик. Капустные ладушки. Капустное название было. Но там был один кабачок. Немножко капусточки. Немножко больше, чем у меня. И кабачок. Может быть побольше. Как ладошка длина, да? Женщина. Канал. Миллионы двести тысяч подписчиков. Думаю, ого. Столько подписчиков. А может быть здесь что-то такое вот интересное-интересное. Такая информация. Никто не знает, как готовить капустные оладушки. Что-то такое новое. Миллионы двести тысяч. Человек натирает кабачок. Порезал мелко. Пошинковал капусточку. Натер кабачок. На крупную терочку. И говорит, я не отжимаю кабачок руками. Добавляю. Добавляю. Ну, она добавляет три-четыре ложки муки. Она сказала, три-четыре ложки. Положила четыре ложки. А я сама себе. А чего ты не убрала воду? Зачем тебе мука? Ну, пышны будут вот эти блинчики-оладушки. Зачем тебе пышность от муки? Добавь лучше еще капусточки. Меньше муки. Я открываю рецепт, чтобы посмотреть. А в рецепте пишется под видео. Восемь столовых ложек муки. Думаю, а что восемь? У нее ж здесь три-четыре ложки, она сказала. Слушайте дальше. Знаете, как говорят у нас в Одессе. Смотрите сюда. Или слушайте сюда. Что получается? Когда она сделала первую сковородочку. Блинчиков-оладушек этих, да? Приняла за вторую часть. Ей нужно было сразу готовить на двух сковородках. Потому что те оладушки, ну, которые натертые, да? Та часть теста, оладушки дали еще больше жидкости. И она говорит, жидковатые стали. Я сейчас добавлю еще четыре ложки муки. Получается в той части восемь ложек муки. Восемь ложек. Знаете, это точно так, как делают люди запеканку. И говорят, у меня запеканка творожная. Только это не творожная запеканка. Называй правильно. У тебя манник. Ты ж полстакана манки увалила туда. Вообще, я когда готовлю хорошую запеканку, качественную, на килограмм творога, если манка, две столовые ложки манки. На килограмм творога. У меня еще сметана идет или сливочное масло. Это нужно растопить. Две столовые ложки манки, а не полстакана. Так и это точно. Оладушки из капусты. Восемь столовых ложек муки. Обалдеть. Вот поэтому я говорю, оладушек, оладушку рознь. Да, они красивые, круглые такие, высокие. Но там же муки сколько увалило туда. Но зато подписчикам миллион и двести тысяч. Поэтому информацию в ютубчике нужно фильтровать. Я не углубляюсь далеко в историю. Конкретно, вот допустим, блинчики, оладушки сейчас, кабачок, капусточка. Люди добавляют муку. Большинство людей, большинство питается, чтобы было вкусно. Люди даже не обращают внимания. Ты бахнула восемь ложек муки. Ты вообще понимаешь, что ты сделала, а? Это еда для головы, для нашего мозга. Это мозг захотел побольше, покрупнее. Овощные оладушки, но они не овощные. Там конкретно мука. Работают как бы стереотипы голодного времени, да? Побольше будет, ты побольше муки. Больше будет блинчиков, оладушков. Они будут пышные, большие такие. Ну, конечно, бахнут столько муки. То есть страдает наше тело. И в головке тоже будет бобо. Через какое-то время, через полтора часа захочется спадки. Слабость так появится, да? Мозг наш хочет конкретно побольше. Мозг засветился, потому что такие наркотические продукты. Сахар, мука. Мы должны понимать. Нет, это не мое. Не надо учиться считать калории. Не надо считать калории. Вы должны понимать. Это ваш продукт. Я иду сегодня по рынку, смотрю, женщина-молочница, она по этим дням привозит творог. У нее сливочное масло. Ой, у вас остался кусочек сливочного масла, творог у меня есть. А масло я у вас возьму. То есть я знаю, какой продукт мне нужен. Я не возьму сырковую массу в фермерском магазинчике, да, сладкую с изюмом. Нет. Сливочное масло я возьму. Поэтому не надо считать калории. Ой, сливочное масло. Ты знаешь, сколько калорий в 100 граммах? Не надо. Я знаю, что мне брать. Так что вы должны знать. Не надо считать калории. Вы должны разбираться, выбирать себе еду. Без подсчета калорий. Нужно научиться глазками все видеть. Это очень легко. Не нужно быть педантом, Амосов сказал, и считать там каждую морковочку калорий. Не надо это делать. На глаз. Но муки увалить 8 столовых ложек, мне кажется, это даже будет невкусно. Мука забьет все. Это невкусно. Ну, подписчикам миллион двести. Мучные такие блины из муки. Обвалдеть. Разве это классно? Я думаю, нет. Все нужно под себя. Кто-то будет вестись на водичку, пить стакан воды или не пить перед едой, уменьшает аппетит. Ну, вообще-то это миф. Сильно ситуацию это не поменяет. Это разные предпочтения. Один просто любит человек пить воду, другой скажет, не надо мне эта вода, я не хочу пить. Я и так худею. Не надо мне напиваться этой воды. Все равно водичка уйдет через 10 минут по своему каналу. Вы пойдете, подписываете. И все. Самая главная длина странеющих разбираться, где углеводы. Мы должны минимизировать плохие углеводы. Дневная норма углеводов 50 грамм. Это два яблока. Вот приблизительно. 50 грамм не фруктов, а 50 грамм углеводов. Два яблока. Хлеб это тоже углеводы. Каша это тоже углеводы. Дневная норма углеводов 50 грамм. Размер двух яблок. Все. И думайте, сколько хлеба вы можете съесть. Если я съела в первой половине дня оладушки, там была чайная ложка муки, там были отрывы, все. Ржаной хлеб я в руки не возьму. Хлебец я в руки не возьму. Я как-то рассчитываю. Все. Я сегодня есть вообще прекращаю. Я замариновала вчера себе крылышки. Я не буду их готовить. Я их не готовила. Крылышки куриные. Думала запечь. Я не хочу. Я поем лучше клубнички. У меня есть даже желе. Я опять сделала желе из клубнички. Я съем желе. Не буду запихиваться крылышками, салатом. Я не хочу. Мне достаточно, что я поела пол первого дня. Я съела оладушки. Все. Я наелась. Нормально. Оладушки сделала себе вот такой вкусный соус из йогурта с огурчиком кисленьким. Мне понравилось. Я повторила. Все. Я наелась. Клубнички. Да. Днем пила кофе шоколадом. Да. То есть я даже себя не торможу уже. Я настолько привыкла. Вы должны привыкать к своему новому рациону. Это не сразу. У кого-то это год. У кого-то это два тянется. Кто-то меняется через два месяца. Кто-то через месяц. Поэтому вы себя должны дисциплинировать. Вы должны быть очень организованы в этом. Но всегда у вас должна быть еда. Альтернатива должна быть сладенькому. Сладкое полностью убирать нельзя. Вы должны себе помогать. Помогать, чтобы у вас не было срывов, зажоров. Вы должны находить хорошую, качественную альтернативу плохому, сладкому. Я немножко только напомнила, мои хорошие. Самое главное осознать, какой я хочу стать. Нужно заботиться о себе. Я хочу быть здоровой. Я хочу немножко похудеть. Я хочу одеть короткую футболочку, не тунику. Вы должны осознать, какой вы конкретно хотите стать. Все. Нужно научиться, научиться удерживать конкретно фокус, внимание на себе. И совет. Дружите с весами. Дружите с весами. У нас рацион питания самый-самый правильный. Это БЖУ. Понятно, что с возраста мы с вами должны меньше есть калорий. Понятно. Гормоны ушли и наши на 90%. Значит, калории нужно ограничивать. То есть, вареники не есть. Блинчики с творогом. Мука не есть. Это не наша еда. Мы едим с вами очень здорово, очень вкусно. На первом месте у нас, женщин, крематорический период. Это белки. БЖУ. Не ЖБУ. А БЖУ. Белки. Белки обязательно. У нас конкретно уходят мышцы. У женщин. В крематорическом периоде уходят мышцы. У мужчин и так. У нас да. Поэтому белки обязательно. Вы едите мясо любое. Вы едите рыбку, если вы хотите. Сель. Селедочка. Прекрасно. Омега-3. Даже покупать не нужно. Мы едим рыбу. Мы едим яйца. Мы едим творог. Мы едим сыры. Мы едим самое-самое-самое лучшее. Кто-то скажет, ну, Таня, ты не рассказывай. Вот климакси тяжело худеть. Неправда. Рот нужно закрывать конкретно на плохие продукты. Мы в 30 лет не ели столько плохого, как сейчас. В 30 лет мы гей побежали и все. Мама приготовила. Мы не доели. Мамы наши доедают. Сейчас мы доедаем после своих детей. После внуков доедают. Ой, сыночек, ты что, не выбрасывай, я доев. Бабуля доест, дай сюда. Мы доедаловки какие-то, да? Вареники типа готовим для всех и сами едим лопаем. Поешьте мясо. От вареничков оставьте себе салатиком. Нет. Вас же не заставляет семья, говорят, вот говорят, я готовлю для семьи. Ну, так вы же для семьи готовите, а вы не ешьте. Я найду комментарий, у меня есть люди, четверо детей, учительница, похудела, там, кажется, на 30 килограмм. Четверо детей, поэтому не плачьтесь. У меня семья, я готовлю. Нет. Это вы так хотите. Это ваша головка так хочет, мозг хочет есть. Организму вашему, телу, вернее, не надо это есть. Есть еда намного полезнее. Поэтому с возрастом тоже можно похудеть. Самое главное это не доедать и двигаться. Выводите себя подальше от холодильника, с кухни. Выгоняйте, не сидите дома. Вышли и пошли. Все. Вы будете забываться немножко. Вот. И это, кстати, очень-очень даже помогает. Ну, все, мои хорошие, мы сегодня с вами пообщались. Но тема похудения, правда, немножко мотивация какая-то есть. Общение, это очень-очень здорово. Так как я и сладкоежек, я советую всем до одной. Не покупайте сладкое, и тяга станет меньше. Услышали, да? Хорошо. Мои хорошие, я благодарна всем вам за просмотр моего видео. Я благодарна всем вам за общение, за комментарии, конечно, за лайки. Большое всем спасибо. Всем желаю Божьей помощи. Всем желаю Божьего Чуда и каждому-каждому Ангела-Хранителя. До встречи. Дальше будет.